Четыре финалисты здесь, в нашей студии, три первых места и приз зрительских симпатий. На радио Лема подвели итоги 10-го юбилейного конкурса «Леди осень». Всего в фотопроекте участвовало 84 снимка с яркими пейзажами и прекрасными женщинами. После первого голосования компетентного жюри в полуфинал вышли 10 участниц. Главный критерий оценки – это была гармония. Гармония образа, гармония пейзажа, гармония фотографии, гармония всего красивого, что изображалось на снимке. Очный этап конкурса стал практически решающим. После дефиле в шикарных платьях и фотосессии были выбраны три претендентки на победу. Всех финалисток, в том числе и обладательницу приза зрительских симпатий, пригласили в прямой эфир вечернего шоу «Быстрого реагирования», где ведущие Михей Бровкин и Дмитрий Коплун назвали имена победительниц. Итак, третье место заняла пианистка Дарья Десакова с фотоснимком «Красное золото на ветвях». Второе – фотограф Юлия Киселева. Ее портрет называется «Краски осени». На самом деле я никогда не мечтала участвовать в конкурсе красоты. И мое участие здесь просто было по инициативе моей мамы, которая мне предложила это сделать. Ну, а я решила ей не отказывать. Не думала, что я войду в финал, вообще, что я в десятку даже попаду. Но для меня это было неожиданно. Вот, поэтому я очень рада. Обладательницу приза зрительских симпатий определили подписчики инстаграм-аккаунта «Радио Лема». Ей устала фотограф Наталья Мочильская за фото «Осенняя невеста». Еще раз спасибо всем огромное, кто за меня голосовал. Я очень тронута такой поддержкой. Спасибо всем моим друзьям, которые за меня голосовали. И всем тем, с кем я не знакома. Надеюсь, мы с вами еще можем познакомиться. Пишите мне в инстаграм. Классно. Спасибо вам. Кто придумал тему свадьбы в таких тонахах? Я. Титул «Леди осень 2020» взяла Евгения Арзаняева, кассир Почты России. Ее портрет «Сказочная осень» набрал наибольшее количество голосов жюри, так как полностью отразил идею проекта. Фотограф снимка Юлия Киселева. Ну, в душе я все-таки творческий человек, потому что я люблю рисовать. Ну, с подругой мы тоже часто придумываем вместе фотосессии. Всем финалисткам вручили заслуженные награды от партнеров проекта. Сертификаты в магазины «Тома дома», наборы американской косметики «Никс», букеты цветов от салона «Афрос» и памятные дипломы. Помимо этого, «Леди осень» получила главный приз – украшения с якутскими бриллиантами от ювелирного салона «Эппл. Якутские бриллианты во Владивостоке». И вскоре ее фото и интервью появятся на страницах журнала «Дорогое удовольствие». Просто конкурс красоты, не каждый на него пойдет. Почему? Потому что нужно и дефиле, много заблуждений, что нужны какие-то суперформы, супервес, суперрост и все остальные, суперобъемы. А здесь мы даем просто возможность обычному человеку из обычной жизни. Как сегодня победила это кассир Почты России. Обычный человек. Он просто пришел, кинул заявку на свою фотографию, и больше ничего не надо было делать. Юбилейный конкурс стал особенным. На этот раз жюри выбрала еще пятую победительницу из числа участниц старшего возраста – Веру Михайловну Петрову. Ей достался специальный приз – сертификат от клиники лазерных технологий и эстетической медицины «Медклуб». Алина Черненко, Игорь Болтов, Новости на Восьмом.